Сказка пятая о богатыре-спасителе. Здравствуйте, здравствуйте и процветайте, люди добрые! Подходите поближе и послушайте нашу сказку с Комарошью о спасителе народа своего от торгашей распоясавшихся. Вот представьте, поле, в поле дорога. Ехал по той дороге богатырь на лихом коне со своей дружиной вратною. Возвращался он в родную сторонушку из похода дальнего с победой славною над Рогом Лютым, на нашу землю позарившимся. Путь его был в столицу, чтобы известить народ и правителя о победе великой, о подвигах воинов смелых, да о будущем подумать дома своего милого. Чем ближе приближался к столице наш богатырь с дружиною своею, тем люднее становились дороги. Кто из путников постарше был, узнавал богатыря. Подходили, кланялись защитнику славному, подносили дары в знак благодарности, доделились новостями всякими. Давно героя не было на стороне родной, и потому было ему интересно, как жилось о люду простому в его отсутствии. Так вот, рассказывали люди, что в столице теперь правил торгаш. Называл себя он великим кормчим, а по сути был мелким жуликом. Шестым в роду своем он был. Так совпало, что шестым он был и по жизни своей. Перед вельможами иностранными заискивал, а за унижения свои на своем народе отыгрывался. Люди промеж собою супостатом его кликали. Ибо был правитель ненадежным, славился он своим непостоянством и от собственных слов отступником. Молва народная утверждала, что незаконный он правитель, а чужаками поставленный на разграбление земли нашей родненькой. И живет он со своей княгиней мечтами о стороне чужой, где и копит он все добро ворованное для дальнейшего своего безбедного проживания. Не верил богатырь слухам таким о правителе нынешнем. По его разумению, ну не может царь народом одобренный и направление поставленный творить такие безобразия. Изводить стариков, больных и детей, считая их нахлебниками бесполезными. Продавать землю матушку ради наживы собственной. Потакать вельможам и торгашам всяким в их бесчинствах и своеволии над простыми людьми творимыми. С такими мыслями путанными приближался воин славный к столице. И чем ближе подъезжал он к городу великому, тем больше удивился он увиденному. Странным казалось добру молодцу, что ремесленники и прочие народ работящий для государства необходимый, жили и работали за крепостной стеной на выселках, без защиты и должного внимания, где, судя по взгляду опытному, своими и чужими панами обдираемы были до последней ниточки. В городе же была другая история. Жили здесь только вельможи со своим добром, из семей торговцев выросшие, да менялы всякие, что были у тех вельмож в услужении. Кругом были заведения пятийные и прочие места для увеселения. Не было ни пекарни, ни кузницы маленькой, только лавки везде торговые с товарами дюковинными, заморскими. Доехали воины до Центральной площади и не успели опомниться, а к ним уже с распростертыми объятиями бежит правитель радостный. Правитель. Приветствую вас, великие воины на родной земле. Хлеба с солью отведайте нашего, да проходите в палаты светлые, для вас специально приготовленные. Отдыхайте с дороги дальней. Давно ждем вас, героев-освободителей. После нескольких дней отдыха в веселье и удовольствиях, под музыку и слова хвалебные, одолела героев наших гордыня коварная, окутав их туманом забвения. Размякли тела каменные богатырей наших в постелях пуховых и у каминов теплых. Дух справедливости потух в их душах широких, и глаза их, до правды зоркие, потускнели, дурман зелем залитые. И в тот самый момент появился правитель хитрый, вроде специально дождался момента этого, и прямиком к богатырю нашему, на подушках средь зала восседавшему, со словами льстивыми и предложением. Правитель. Славься, воин великий, с дружиной своей непобедимой в веках. Ты, герой-спаситель нашей земли, надежда и опора. Подсев поближе к герою нашему, затеял правитель беседу личную. Правитель. Приходи, молодец удалой, ко мне на службу, воеводую. Буду щедро платить. Работы немного будет. В основном защищать будешь нашу особу от бандитов чужих и прочих возмутителей нашего драгоценного спокойствия. Завелись у нас и бунтари, своим положением недовольные, да по жизни нищенской неспокойные. Они хоть и крикливые, но слабы духом и телом немощные. Самых буйных мы в тюрьму упрятали, остальные друг с другом рассорили. Просто людям управлять, даже грамотным, коль знать их странности разные. Перед златом, серебром слабости, да до славы охоту неудержимую. Богатырь. А как же границы наши? Как же народ обездоленный? Как же враг недремлющий? Как же Родина! Еле выдавил из себя наш молодец в пьяном угаре пребывающий. Правитель. Ты заботливый наш покровитель от всех бед и ненастий спаситель. Запел песню правитель в бокал богатырев зелья подливающий. Правитель. Давно не было тебя в родной стране. У нас все тут поменялось. Врагов внешних уж не осталось. Везде только друзья и партнеры торговые. Все решается мирно за золото. А земли наш свободный народ распродал по собственному желанию. На то и бумаги у нас все нужные имеются. Поэтому защищать ничего не надо, так как она вся у заморских правителей в управлении. Так народ захотел. Не я немощный. И смел ли я вносить такие изменения без на то народа разрешения. Наш великий народ захотел бы свободным. А земля – это плата малая за такое приобретение великое, сладким именем свобода зовущиеся. Вот тут есть у меня и бумаги все нужные. Подпиши и кровью подкрепи свое согласие. На службу пойти ко мне пожизненно. И впредь зови меня хозяином, как во всех культурных странах заведено. Позабудь про народ обездоленный, в пьянстве и безделии погрязший. Все беды его и страдания от лени и умственного отставания. И про родину забудь скорей, ибо нет уже такого понятия. Ты же хочешь принадлежать к свету высшему. Ты веди себя подобающе. Так и очутился богатырь у торгаша в прислужниках. Дань собирал, тюрьму охранял, вольных людей с площадей прогонял. За интересы торгашеские на соседей войной ходил. Поначалу стыдился такой работы грязной, а потом втянулся. Понравилось. Хорошо платил хозяин за удаль богатырскую. Да и воины, побратимы его верные, грабежом и мародерством иногда промышляющие, не забывали делиться награбленным со своим любимым воеводой-начальником. А начальничек рад радешенек. Вроде совесть чиста, а копеечка капает. Уж с простыми людьми разучился богатырь разговаривать. Все больше кричал и плеткой размахивал. А иной раз глупил без устали по спинам своих соплеменников за провину малую, лично ему неугодную. Так и жил бы наш герой в темноте, ночной да пьяном угаре и веселье в безумном. Но прослышал он, что в тюрьме городской постоялец странный находится. Кем был тот сиделиц и за что нес наказание, то не было известно доподлинно. Кто закрывал его, уж помер давно. А правитель ничего и не знал о том, по причине полного безразличия к судьбам бедного населения. Вызвал воевода к себе подчиненных своих и стал у них выпытывать про того заключенного странного. Но никто ничего толком не мог сказать. Известно было только то, что изредка еду ему носили, если не забывали. Но не роптал заключенный на охранников и ничем не выказывал свое недовольство, чем доводил смотрящих не до жалости, а до лютой безумной истерики. Разговаривать было с жильцом тамошним никому не велено, кем-то строго-настрого. Только не было в том надобности. Пытались заговорить заключенным некоторые отчаянные, но им никто не отвечал. Богатырь тоже не раз из любопытства наведывался к той темнице маленькой. Заметил он разницу между дверями тюремными. Все двери были старыми, ржавыми петлями. На некоторых и замков-то не было. Любой сиделец мог спокойно выйти из своего заточения, но, видно, не имел на то своего желания. Дверь же этой темницы крошечной из свежих толстых дубовых досок была сделана. Да еще для пущей крепости железо маковано. На двери той висел огромный замок амбарный, лишая постояльца местного всякой надежды на освобождение. Как-то раз, не выдержав любопытства нестерпимого, богатырь, втайне от всех, решил заглянуть в темницу. Уж больно ему интересно было, кто там находится. Богатырь открыл замок амбарный и с трудом отодвинул засов железный. Заскрепела тяжелая дверь петлями, смазку забывшими, но поддалась силе богатырской и отворилась. На удивление парня любопытствующего не смрадным запахом и от нечистоты плесени в сырости живущей пахнуло в лицо добру молодцу, а свежим воздухом, наполненным ароматом цветов луговых. Да и факела оказалось ненадобно, непроглядной темени не было. Слабый, нежный свет бирюзовый освещал небольшое помещение. Там, в углу, по-детски свернувшись калащиком, кто-то мирно спал на копенке соломы старенькой. Подошел поближе наш герой к спящему, чтобы рассмотреть получше бедолагу лежащего. И увидел он старца древнего. Все лицо его было порезано морщинами глубокими, на голове длинные седые волосы, рваная одежинка на тельце хиленьком. Опутан был старец по рукам и ногам цепями огромными и прикован к стене крепостной, непробиваемой. Наклонился богатырь над спящим и крикнул громко, напугать желаючи. «Эй, старик, проснись! Ты ли жив еще? Ну-ка, встань передо мной, как положено!» Не поморщившись от крика молодецкого, старец тихо сказал, глаз своих не открывающим. «Кто ты, мил человек?» Богатырь с гордостью. «Я первый помощник торгаша шестого!» «Старец, уходи отсель!» «Торгаша шестого помощник!» «Ты здесь гость непрошенный, а потому нежеланный в общении!» Богатырь! «Да кто ты такой?» «И как смеешь ты, закон нарушивший, дерзить мне, воеводе местному?» «Проучил бы тебя кулаком, но, боюсь, не сдюжишь ты силой моей и промрешь раньше времени. А брать такого греха мне, герою военному, не пристало. Не соскать славы в убийстве немощного, хоть и преступника». «Старец, аз есмь!» «А кто ты такой есть, чтобы тебе, меня, все пути дороги на земле ведающего, с духом времени беседы ведущего, моей сестрой с мертушкой пугать вздумалась? Пойди, оботри молоко с губ своих, да попроси отца и мать научить, как вести себя со старшими надобно». Смутился богатырь, но продолжил речи свои дерзкие. Богатырь. «Старик, видно, сошел ты с ума, если утверждаешь, что все тебе ведомо. Тебе в тюрьме много лет живущему, белосвета невидящему. Если вправду ты Бог, воплоти людское, на земле пребывающий, почему ты здесь сидишь, в темнице маленькой за семью за совами, всеми презираемый, а не правишь стадами людскими на воле, в достатке и радости?» Встал старик пред богатырем могучим. Был он ростом по плечи богатырские. Указал на дверь перстом своим, годами скрюченным. Даже тяжелая цепь на руке не была помехой. И в тот же миг подхватила воеводу сила невиданная и вышвырнула вон из кельи затворника. Очнулся богатырь перед дверью старца в коридоре на полу сидящем. Подскочил герой и рванулся было к обидчику, но тут же обуял его страх, да то ли ним неведомый. Пересилил тот страх гордыню людскую и выгнал прочь богатыря из тюрьмы на улицу. Долго мучился богатырь пережитым страхом и унижением. Благо, свидетелей его позора не было. Все терзал его вопрос мучительный. Если старец такую силу повелевает, почему он в темнице сидит под замком на сухарях и воде колодезной? Вновь пошел богатырь к дверям затворника и нашел ее закрытой по всем правилам. Сняв замок и отодвинув засов, богатырь застыл у двери, не решаясь зайти внутрь. Вдруг изнутри донесся спокойный голос старца. Старец. Кто ты, мил человек, богатырь? Я смотритель тюрьмы. У меня обязанность есть следить за сидельцами. Вот пришел посмотреть, как вы тут. Старец. Уходи отсель, смотритель тюрьмы. Ты здесь гость непрошенный, а потому нежеланный в общении. И опять неведомая сила погнала богатыря из тюрьмы на улицу. Ничего поделать смотритель тюрьмы со страхом жутким не мог. Еще не раз приходил наш герой к двери узника. Много разных слов говорил и представлялся по-разному. Но каждый раз старец отказывал ему в общении, выгоняя богатыря из тюрьмы силой страшную и неведомой. Уже чаялся богатырь со старцем увидеться. Все не мог понять, в чем ошибся он. Страх пред силой неведомой, старцем проявленной, заставлял искать причину отказа в общении в себе, в своих поступках, а не старческих. Богатырь. Что же хочет старец услышать такого, чтобы позволить мне говорить с ним, да ответы на вопросы житейские повыведывать, раз он все про все ведает? Просит он ответить на простой вопрос. Кто же я такой? Все произнесенные мной титулы старца не устраивают. Так что же хочет этот старец загадочный? Кто я? Кто я? Ну кто же я по роду, по племени? И вспомнились вдруг слова отца и матери, уколыбели его стоящих. Наш сынок родной, богатырь, вырастет, станет воином света, защитником для всех обездоленных и униженных на земле. Надежда наша и опора во времена трудные. С трудом дождавшись утра раннего, побежал наш богатырь к двери, ставшей для него сокровенной. Стук в дверь и все тот же странный вопрос. Кто ты, мил человек? Начал старец допрос. Богатырь. Я богатырь. Касты воинов света. Обездоленных и униженных защитник. Старец. Ну, входи, богатырь, касты воинов света. Потолкуем с тобой, побеседуем о бездоленных и униженных защитничек. Проходи, садись. Резных кресел нет у меня и подушек мягких тоже не имеется. Могу предложить соломой охапку подле меня, старого. Ужо не побрезгуешь, не прогневаешься за такое, гостеприимство жесткое. Уселся герой подле старого, а старец продолжил с ухмелкой язвительно. Старец. Говоришь, что зовешься света воином касты геройской, а на шевронах и щитах твоих черепа да кости. Под этими знаками дикими ходил против нас войной супостат проклятый, мечтающий извести наш род под корень и забрать наши земли родючие. Что за свет такой вы, воины света, несете в мир с такими знаками? Или продались вы супостату лютому? Богатырь, говоришь? Посмотри на себя. Потолстел без походов до лихих боев, и дружина твоя поскудилась, все про деньги разговоры ведет, да про выпивку, а не про битву за родину, достойную настоящего воина. Герои превратились в мародера валчных. О жизни своей больше печетесь, чем о родной земле. Никто из вас уже и не помышляет о смерти славной, достойной воина великого, в бою ратном за свою землю матушку. Смеешь ты утверждать, что являешься обездоленных и униженных защитником? Это ты, отбирающий последние в уплаты налогов непомерных, по тюрмам людей за мысли, иные запихивающие защитник? Какой ты защитник, если стариков и детей без крыши над головой и куска хлеба оставляешь в угоду своим нынешним хозяевам? Ты, как злой пес цепной, что без ласки выросший, ради крошки со стола хозяйского готовый рвать любого, на кого указано будет. Растерялся наш добрый молодец. Поражен он был в самое сердце правдивыми словами Азза Мудрого. Не знал, как ответить на эти вопросы простые. Сам-то о них никогда не задумывался, а указать на то было некому. Осознал богатырь, в чем вина его. Уронил он свою буйную голову на руки и зарыдал, не стесняясь утехи, не знаю чем. Старец. Плачь, плачь, герой слез не жалеючи, то проказа из тебя выходит, гордыня и взращенная. Рад я, что вспомнил ты свое предназначение, в твоем имени хранящееся. Много до тебя приходило героев липовых, но никто не смог вспомнить ни своего имени, ни призвания. Значит, есть еще надежда у страждущих быть спасенными во времена испытаний великих. К сожалению, только надежда пока еще. Как наплачешься, то ступай домой, три дня ко мне не приходи. А там сам решай, хочешь ли ты все еще узнать ответы на свои вопросы или нет. Многие знания несут и печали многие. Не каждый может их пережить, вынести. Поступил богатырь, как было велено, но не отказался от своего намерения разузнать тайны у старца прозорливого. И с этим пришел на четвертый день к камере Аза. Негромко постучал в дверь кованную, рабея от страха нестерпимого. Богатырь, позволишь ли войти, уважаемый старец, и покой твой нарушить? Старец, заходи, богатырь, гость сегодня желанный ты, ждал тебя и надеялся на твое ко мне возвращение. Только совершили они ритуал приветствия крепким рукопожатием, как спали с рук старца цепи тяжелые. Вздохнул старец с полной грудью, от тяжести избавленный, и продолжил, радости своей не скрываючи. Вижу чисты твои намерения, коль сумел ты избавить меня от кандалов железных, не людьми, но высшими силами наложенных. Без сильного желания человеческого и доброй воли людской изменить судьбу свою к лучшему, не могу я вмешиваться силою, спутан по рукам и ногам цепями крепкими. А теперь, видно, пришел и мой черед приложиться к Божьему замыслу. Садись рядом со мной и рассказывай о всех тревогах твоих и сомнениях. Чем смогу, помогу с удовольствием. Богатырь, разбудил ты во мне душу спящую, тронул струны ее, закисшие чистой правдою. Потому я здесь и хочу узнать, где свернул с дороги своей на тропинку кривую да скользкую, и что делать не полагается. Прошу, выслушай меня, глупого. Развей мои сомнения и направь на путь достойный, истинный, старец. В чем и львком усомнился ты, добрый молодец? Расскажи все без утайки, богатырь. В людях. В людях я разуверился. Уж кого защищать я не вижу совсем. Люди все меж собой грызутся, как зверье за добычу падшую. Кто проворнее всех и хитрее, у того и достатка по боли и власти немерена. Я пытался менять ситуацию. Где словами, а где грубой силою. Помогал слабым людям стать сильными, с обездоленными делился хлебом и крышею. Но напрасными были мои старания. Ничего не выходило путного. Только слабые становились сильными. Начинали они издеваться над другими слабыми. Над теми, кем сами были вчера еще. А обездоленные, дорогими вещами одаренные. Тут же вещи все продавали. Вырученные деньги попусту тратили. И опять приходили. Плакали на судьбу свою горемычную. Жаловались и просили опять помощи. И круговертия этой не было завершения, пока не лопнуло мое богатырское терпение. От отчаяния и бессилия изменить жизнь людскую к лучшему я с собой, своей судьбой занялся. Приспособился и поплыл по течению. Видно, жизнь такая есть и всегда будет. Мудрость ее несложная и ума большого не требующая. У слабого отними, падающего подтолкни, доверчивого обмани. Кусай и грызи, но своего не отдавай. Вот и вся наука жизни нонешней. Да и торгаш, хозяин мой, якобы о народе пекущейся, погряз в воровстве и предательстве рода нашего. Дурман травой не брезгует, да без числа людей изводит сосвету. Того и я являюсь невольным участником. Еще в толп не возьму, как так получается. Много у нас врачевателей, а болезней все больше плодится. Мужей ученых, уйма-уймища, а жить все хуже нам приходится. Старец. Да, глубока печаль твоя душевная, что довела тебя до таких грустных выводов. Только понапрасну ты беспокоишься о судьбах людских. Не твоя эта ноша, не твоя. Да, богатырь. Как же так, не моя? Ведь клан воинов призван, чтобы людей защищать от всякой нечисти. Старец. Погоди, богатырь. Придержи ты коней и послушай, что тебе поведаю. Хорошо ты подметил у людей повадки звериные. В этом ключ пониманию происходящего кроется. После того, как погас огонь правды, многие люди не смогли уберечь пламя любви человеческой в сердце своем, души их очерствели к боли ближнего и превратились они в зверяток. А животинки много надо, но ли? Сытно есть, размножаться, да в стаде своем главенствовать. Некоторые назвали себя волками, надевая личину кровожадности для смелости. Но суть их та же, зверячая. Что баран, что волк, все одно. Животинка к человеческому роду слабо имеющая отношение. Потому защищать таких нету никому никакого проку. Ни тебе, ни им. Также не стоит обижаться и роптать на зверяток за их малодушие и безразличное отношение к родине. У них родина там, где кормят хорошо, и хозяин не злой. Такова их суть, душ незрелых. Богатырь. Кто же тушит огонь правды всеобличающий? Кто же творит такое безобразие? Улыбнулся старец и продолжил. Сам Создатель тушит огонь правды, чтобы проверить, насколько усвоили его дети уроки человечности. Большие надежды он возлагает на человека разумного, и прежде чем доверить этому Созданию работу свою в мире материи, устраивает для него страшные испытания. Богатырь. И что же нужно сделать, чтобы пройти эти испытания? Как найти путь в темени кромешной? Старец. Нет ничего сложного в пути том. В любой ситуации с тобой возникающей проявлять надо в начало вечности сострадание, не забывая про свой долг перед Богом рода и людьми. Как говорили наши предки великие, во времена темные делай, что должно, и будь, что будет. В этом весь секрет кроется. Любит Создатель творения свои, а потому испытания посылает каждому по силам, постоянно подсказывая путь правильный, оставляя человеку право выбора. Богатырь. А как же отличить человека от зверька малодушного, если телом все одинаковы? Старец. Проще задачки не сыскать, не выдумать. Человек тот, кто правду говорит, независимо от наказания, даже если смерть поджидает лютая. Кто признать готов вину личную, коль такая и имеется, и покается. Кто открыт душой, проявляет любовь и сострадание, не надеясь извлечь себе выгоду. Кто готов собою и своим благополучием пожертвовать ради спасения жизни ближнего. Выходит так, что защищать тебе нужно людей, правду несущих. Замолчал богатырь, призадумался. Старец. Что закручинился, добрый молодец? Аль что не понял ты в рассказе моем? Богатырь. Осознал я свою большую ответственность и теперь одолела меня неуверенность. Достоин ли я пороками обвешанный стоять за правду чистую? Старец. Твоим порокам нету осуждения. Ошибки совершать у дел идущего. Как можно отличить любого от страсти плотской, не испытав их вкуса в жизни прошлой? Богатырь. А коль не справлюсь, не осилю путь защитника. Что? Навсегда сгинет правда с лица земли матушки? Старец. Не печалься о том, богатырь. Правда, время вернется все равно в том великий задум создателя нашего. Глупый тот из людей, на земле живущий, кто уверовал, что ему все подвластно и нет на него никакой управы. Секрет кроется в твоем выборе. Выбирая путь правды и несущих ее защитника, ты спасаешь себя главным образом. Тяжела и опасна эта ноша, не спорю я. И, скорее всего, сыщешь смерть в бою, неравном с полщищами вражескими за землю родную. Но что может быть прекрасней для воина великого, чем славная смерть на поле брани с врагом? Идущему по пути этому уготована память вечная. И место в рядах мужей достойных, смерть поправших ради своего рода великого. Но если откажешься, нет тоже в том беды великой, не останется место героя пустым. В том тоже секрет создателя кроется. У тебя же есть еще две дороги, кроме пути воина достойного. Можешь жить, как жил в прислугах у торгаша, своего хозяина. Хоть по замыслу тебе, охранителю, а не торгашу порядок сохранять должно. И, не дождавшись дня судного, навсегда потерять душу людскую бессмертную. Можешь по миру пойти в поисках удачи изменчивой и стать наемником корыстным, разменяв честь свою и достоинство на звонкую монету и прочие удовольствия. Там душа твоя тоже пропащая, недостойная на спасение. Богатырь скачил и промолвил уверенно. У меня в том нет никакого сомнения. Путь мой стать правдозащитником и сложить за нее свою буйную голову, коль придется без колебания. Старец, порыв твой и искренность речей достойны уважения. Только все ли учел, все ли взвесил ты? Сможешь ли ты, к цели своей стремясь, укусить руку своего хозяина, досыта тебя кормящую, и распрощаться с побратимами в мародеров превратившимися? Взбунтовался богатырь от услышанного. Дух его воспламенился от такого старца сомнения. Обнажил он меч свой, спящий до сели безрубилища. Богатырь. Изведу, уничтожу я извергов, освобожу всех людей от гнета лютого. После слов своих пламенных хотела было богатырь помчаться в покое узурпатора с твердым намерением наказать опостылого выродка. Остановил его старец окриком. Велел спрятать меч и на место сесть прежнее. Старец, угомонись, кровь горячая, из огня рвешься сразу ты в полымя, успокойся и послушай меня, старого. Наказать виновных – дело правое, а приструнить торгашей в меру позабывших – в том твоя прямая обязанность. Только помни, что в этой жизни у каждого есть свое предназначение. Есть оно и у тварей бездушных, в людском облищее живущих и простых людей тиранищих. Им, богом рода, велено проверять людей на стойкость веры и на зрелость души бессмертной. Есть такая же задача и у торгаша, до чужого добра жадного. Выбрал сам он свой путь по воле собственной и теперь обязан играть роль свою точно до последней буковки. Отвечать торгаш будет по всей строгости, но больше не за деяния свои. Те деяния создателем прописаны. Ответ торгаш держать будет за выбор свой, при здравом разуме сделаны. Те деяния неправедные совершать. Отпусти его на волю с миром. Поверь, незавидная судьба торгашеская будет на чужбине. И не нужно быть великим провицателем, чтобы судьбу предсказать его в будущем. Долю львину и своего наворованного княгиня заберет и уйдет к молодому княжичу. Дети, работы не знающие, пустят по ветру остаток его состояния и сами сгинут, как роса солнцем пригретая. В чужой стороне умрет и сам торгаш в одиночестве. Если только под тяжестью правды ему открывшейся, на дела его скверные, не укоротит себе жизнь по воле собственной. Таков рок всех рода предателей. Так что будь осторожным и осмотрителем в мыслях и поступках своих. Не нарушай планов Создателя, никогда не лишай людей выбора, каков ни был бы плох он на твое усмотрение. Интерес в том высших сил имеется, и не нам с тобой иметь другое мнение. Помни, жизнь цена во всем своем многообразии, и у каждой твари на земле, будь во плоти она или бесплодская, есть свое место законное. На своем пути не повторяешь и бог торгашей несчастных. Раньше они были собирателями старательными, пока меры не нарушили на погибель свою скорую. И ты держи меру рукою железную, в ней успех и гармония кроется. Богатырь, пойдем со мной, разделим трон и править будем вместе по справедливости. Старец, ни к чему мне заботы мирские, уводят они от пути моего звездами прописанного. Править и меру держать, то твой и дел, тебе за него и ответ держать. А если захочешь послушать советы старика безумного, приходи, тут я буду. И пошел богатырь с духом пылающим исполнять наставления жреца просвещенного, наводить порядки справедливые на радость всех людей и нашего Создателя. А жрец остался в келье маленькой со своими мыслями печальными. Ведал он, духом времени наученный, что грядут на землю великие потрясения, и несут они смерти многие и огромные разрушения. Но без них не разрушатся формы сгнившие, пустотой наполненные, и не родится мир новый, светлый, к несчастью для многих людей, бессмертием тоже обделенный. И видел Аз череду всех этих изменений, закрученных в смену бесконечную. Он восхищался мудростью Создателя, что сокрыто в красоте изменений, в гармонии сохраняющих все мироздание, и с этой красотой вселялся в душу безматежный покой, и укреплялась вера, что все в руках его. А он дурного своим детям не сделает и другим не позволит. Вот такая получилась сказочка для людей унынию или злобе поддавшихся, в ней и мысли есть, и подсказочка. А заботиться нужно своим собственным выбором, чтоб в тяжелые времена испытаний нелегких человеком остаться и душу свою бессмертную не потерять. Субтитры создавал DimaTorzok